Итак, мы сегодня продолжаем погружаться в природу фантастического как эстетической категории. И я начну нашу встречу с напоминания основного тезиса из работы Роже Каюан «Вглубь фантастического». Самого важного и самого проработанного исследования относительно феномена фантастического в искусстве. Каюан пишет «Фантастическое – это нарушение общепринятого порядка, вторжение в рамки повседневного бытия чего-то недопустимого, противоречащего его незыбным законам, а не тотальная подмена реальность миром, в котором нет ничего, кроме чудес». Это принципиальная позиция каюан, и именно она позволяет выделить фантастическое в отдельную эстетическую категорию, никак не привязываясь к сюжету, анализируемое произведение искусства. То есть фантастическое лежит не в зоне нарочива, а в зоне самого сердца того или иного произведения искусства, то есть его бытия как такового. Эти произведения могут быть посмоговечными, или наоборот, точно воспроизводить окружающий нас мир, но если в них вторгается нечто неописуемое, вызывающее тревогу, или то, что философ назвал бы «разрывом», вот это и является маркером, что перед нами подлинно фантастическое искусство. И здесь я буду озвучить один очень важный комментарий, если относительно использования категории возвышенного. Я вас предостерегал никогда не искать ее в произведениях, созданных до того момента, когда эта эстетическая категория получила современное нам понимание, то есть до середины 18-го столетия. То вот в случае с фантастическим анахронизм не является чем-то недопустимым. Более того, в большинстве примеров, которые приводит Рожек и Луа в своей книге «Вглубь фантастического», это как раз примеры из живописи эпохи Ренессанса, и я вам их на прошлой лекции показывал. В то время, как эстетическая категория фантастического в современном нам понимании этого слова была озвучена впервые только Вальтером Скоттом в первой трети 19-го столетия. Как объяснить подобный парадокс? Почему искать возвышенное до оформления такой категории философско-эстетической мысли категорически нельзя, а фантастическое искать можно? Ответ достаточно прост. Возвышенное – это то, что создается, как и прекрасное, по воле автора. А это значит, что автор должен быть погружен в историческую ситуацию, где такими категориями мыслят. Фантастическое искусство же – это такой тип искусства, который может возникать и вопреки воле художника. Таким образом, совершенно не обязательно, чтобы автор знал о том, что он создает фантастическое произведение. Более того, именно когда автор стремится создать фантастическое в понимании Рожак-Люа, скорее всего, ему создать его не удастся. Фантастическое – это то, что возникает как вторжение каких-то иных сил. И я предполагаю, что это связано с весьма сложным строением нашей психической структуры. К примеру, крупнейший психоаналитик 20-го столетия, Жак Лакан, полагал, что индивид с центром в виде сознания и субъект с центром в виде собственного «я» не совпадают. Они децентрированы, они смещены один относительно другого. А это значит, что в действие сознательного индивида всегда вторгается в той или иной форме интенсия от субъекта, обладающего «я» структурой, которая ориентирована на так называемого «другого». То есть ориентирована на бессознательный порядок действий. В данном случае наиболее емко это выражено у Лакана именно во втором семинаре, он переведен на русский язык, так что это можно самостоятельно прочесть. Но задолго до Лакана, в значительно более емкой поэтической форме, это же высказал от первого Гомбо, который писал «я» — это другой. Здесь для раскрытия данной, так скажем, структуры потребовался бы большой блок лекций. У нас нет на это времени. И более того, это не есть тема нашего курса. Поэтому я отсылаю в данном случае к литературе, лишь обозначив саму проблему, саму природу возникновения фантастического. Это смещенность бессознательного центра, который как раз Лакан видит в «я». Знаете, не где-то там, а именно в «я». Относительно сознания, которое с этим «я» не совпадает. И когда человек хочет что-то создать, в общем-то, создает он всегда нечто отличное от того, что намеревался. И в данном случае это смещение не всегда, а очень-очень редко, может породить зримый, совершенно уникальный эффект, который Каюа и определяет как фантастическое. Это действительно вторжение чего-то иномирного. Причем самое страшное в этом иномирном то, что как раз именно оно и реально. Потому что оно есть как раз то, самое, что изучает такая дисциплина, как психоаналитический исследователь. Итак, подытожим. Возвышенное и прекрасное, так или иначе, подконтрольны воле автора. Ну, в определенной границе, естественно. В то время как фантастическое в какой-то форме может возникать и автономное. Что я демонстрировал в прошлый раз на примерах из области научной, литературы, где как раз казалось бы, вот тут-то фантастическому точно не место. Однако оно там возникало в работах по анатомии. Теперь же я продемонстрирую непреднамеренное вторжение фантастического в произведениях искусства художников-реалистов, которые совершенно не собирались изображать что-то выходящее за пределы окружающего нас мира. И начнем мы с художника, о котором я уже упоминал на прошлой нашей встрече. Его звали Эворист Виталью Люмина. Он создавал исторические полотна и был далек от мира фантастики. И тем не менее, именно в его исторических работах можно найти просто ошеломительные примеры вторжения того, что Крюа именует фантастическим. В данном случае картина именуется «Всадники». И уникально здесь не то, что она столь детально проработана. Мы видим морские волны, выполненные по технике едва ли никакой в Азовского. Здесь безупречное владение кистью. И тем не менее, что-то в картине не то. Мало того, что мы уже не сможем воскресить вообще, что на ней изображено, ибо он пользовался такими историческими фрагментами, которые, как организирует Крюа, что уже не помнят даже сами историки. А речь идет о Франции, понимаете? Да, в случае художник француз и Крюа француз. Так что мы здесь не сможем разыскать уже ничего. И не это, в общем-то, важно. А важно то, что в этой предположительно реалистической сценке что-то случилось с конем у этого священника. И он взлетел. То есть у него отрываются от земли все копыта. Более того, что-то пошло не так и с самим пространством в этом месте. И безусловный дефект работы с точки зрения ее реалистического образа пошел ей на пользу. Ибо мы здесь имеем совершенно уникальный пример вторжения чего-то инонодного, иномирного. Этот священник буквально подвешен на своем пальце, указующем в небо, причем подвешен вместе с конем. И подобных примеров в Люмине много. При том, что этот художник интересовала его именно история, его интересовали реалистические образы, он дает, видите, сцены очень динамичные. И вот меньше всего он ставил перед собой задачу удивить публику как кем-нибудь и какой-нибудь оптической иллюзии. А так она здесь возникает, причем возникает, как и положено в фантастических работах, периодически. Иногда кажется, что все нормально. Иногда она всплывает во всей своей обнаженности, и мы уже ничего не видим, кроме этого оторванных от земли ног этого коня, который переводит его в какую-то совершенно иную плоскость, не подверженную законам притяжения. Вот это и есть вторжение фантастическое. Другой пример, который я бы хотел вам показать, относится уже к реалистической живописи Соединенных Штатов 20-го столетия. Это картина-икона американского изобразительного искусства, одна из самых известных американских картин. Картина выполнена в манере реалистической живописи, но попадающая как раз в разряд фантастического, как эстетической категории. Это американская готика Гранта Вута 30-го года создания. В данном случае не нужно понимать готику, как что-то выходящее за пределы обыденной реальности. Это всего лишь стиль доморощенной архитектуры. Это самодельные домики, которые один из них мы видим на заднем плане этой картины. Именно это стиль и таким образом именуется. Это своего рода символ американской сельской жизни. Это свое же вещи, свое гнездо. То, собственно, ради чего стоит жить и трудиться. Так примерно можно было бы проинтерпретировать смысловой посыл этой картины. Однако она вызывает сколь много противоречивых чувств, что совершенно расходится со своим же нарративом. Мы видим уставшего фермера с вилами и его супругу или дочь. Они стоят перед их домом, но в картину вторгается нечто неописуемое, и картина начинает излучать тревогу. Настолько сильную, что эта картина подвергалась сотням различных реплик, в которых она пародировалась. И это не случайно, ведь тревогу хочется изжить. И изжить хотя бы в том, что оно будет высмеяно. А если это будет высмеяно, то оно будет в какой-то степени позже. На случай, если вы обратитесь к интернету, то можно найти огромное количество всевозможных положительных на эту картину. И тем не менее, она является одним из, так скажем, символов американской живописи первой половины 20-го столетия. Приведу еще один пример из живописи Америки. А почему она называет тревогу? И для чего? А я вам уже объяснил, как происходит функционирование фантастическое. Это смещение того, что хотел сделать художник, и то, что он в итоге сделал. Да, но я же смотрю на эту картину, и вы говорите, я испытываю тревогу. Я ее испытываю. Интересно, почему я испытываю тревогу? За счет чего это отбивается? За счет того, что вы понимаете в этот момент, что вы относительно себя таким же образом децентрированы, как тот автор, которого я ее создал. Я это не понимаю. А в данном случае сильно ли весело будет осознание того, что не вы хозяин у себя в голове? Это страшно. В смысле, я это знал? Одно дело это знать, а другое дело это ощущать. Это совсем не то же самое. Если вы даже прочтете этот семинар Лакана, но вы будете знать, это не соизбили ему лучше, его там банальности не написано. Но поверьте, от него вы этой тревоги не испытаете. А от того, что Кремль называет фантастическим, как эстетической категории, от каждого произведения будете испытывать. Ибо там она демонстрируется в действии. А здесь же, то есть семинар Лакана так, он вполне осознан. Понимаете? Это как раз действие не фантастического. Оно просто показывает его механизм. Вот в чем дело. То есть, сколько про это ни говори, это будет не то же самое, чем сам эффект фантастический. Фантастическое описать можно только вполне рационально. Вот в чем дело. Это тревоги у вас вызывать не будет. Другой же пример, который я хотел вам привести из американской живописи, это, возможно, один из самых известных представителей реалистического искусства в живописи 20 века вообще, это Эндрю Уайт. И его картина «Мир Кристины». Тоже картина икона, одна из самых известных работ 20-го столетия. В данном случае, даже если мы знаем всю предысторию этой картины, а на картине изображена Кристина Ольсен, соседка Уайта, она страдала неврологическим заболеванием, и она не могла ходить, и потом ее передвижения были осуществляемы. И в данном случае понятно, что для нее этот дом, он предельно далеко в данном случае, не достигаемо далеко. И тем не менее, даже если мы знаем всю подноготную, эта картина производит совершенно уникальное впечатление. Мы здесь попадаем, как и на других некоторых работах Уайта, несмотря на полностью реалистичное изображение, я бы назвал это «Мир между мирами». Это мир, который фантастичен как раз в предельном своем реализме. Он выходит за пределы реализма и попадает не в фантастическое, как выход такой банальный за пределы. Для того, чтобы выйти за пределы фантастического, мы изображаем каких-нибудь фантастических тварей за пределы реалистического. Здесь же Уайту удавалось изобразить нечто большее, своего рода разлом в этой самой реальности, невозможность ее схватить, постоянное ее скользание от взора, от осязания, от наших ощущений. Этим и силен Уайт, и неудивительно, что эта, в общем-то, простенькая картина считается одним из самых главных шедевров 20-го столетия. Если бы это не было на ней схвачено, то, в общем-то, ничего выходящего за рамки, так скажем, того, что доступно любому обученному художнику, здесь нет. Здесь нет какой-то уникальной техники, здесь нет чего-то совершенно уникального с исторической точки зрения. Бывают, так скажем, работы, которые ценны, что это единственный портрет какого-то великого человека. при жизни обладает такой ценностью. Эта же картина обладает уникальной ценностью как раз из-за того разлома, который в ней по какой-то причине произошел, и более того, скажем, у Айта, который, в общем-то, в такой манере творил всю свою жизнь, такие работы тоже очень-очень редки. Это самое яркое из них. Когда возникает нечто иное, не то, что хотел изобразить художника, а нечто большее, понятно, что обычно возникает нечто меньшее. Поэтому что-то проявляется редко. И тем не менее, несмотря на то, что я вам сейчас приводил в пример только авторов реалистического жанра, возникает фантастическое и усюх реалистов, возникает, наверное, реже все-таки, чем у художников-реалистов, и тем не менее, отказывать ему там тоже нельзя. И другой художник, который тоже достаточно часто создавал произведения, которые можно было бы отнести к жанру фантастического по Каюа. Это как раз художник-сюх реалист, крупнейший художник 20-го века, которого звали Поля Далево. И у Поля Далево самое удивительное, что фантастическое в понимании Каюа возникает не тогда, когда он изображает мир грез, а него такого очень много, а тогда, когда его работы максимально приближаются как раз к предельно реалистическим. В данном случае вы видите картину «Все огни» 1962 года, и здесь к этой картине больше вопросов, чем можно получить ее ответы. Например, что заставило на этой улице появиться такое большое количество керосиновых ламп. Эти лампы сами по себе достаточно фантастичны, хотя они существуют в реальности. Они совершенно уникальны типа тени отбрасывают. В том, что там запах есть весьма специфический, который отсылает сейчас уже к истории скорее, чем к современной реальности. Здесь уникально еще и то, что мы видим женщину одну, идущую по улице и абсолютно такую же, идущую в прямо противоположном направлении. и встает вопрос, не та же ли самая девушка идет обратно на кроме та же. Это картина, которая ставит вопросы, ответов она не дает. Есть еще такая же работа, где девушки обнаженными даны. Он неоднократно возвращался к этой теме, к этому ландшафту, и в общем-то сам по себе ландшафт совершенно фантастический, хотя ничего выходящего за пределы того, что мы действительно можем обнагружить на улице здесь вроде и нет. Ну, по крайней мере, если действительно расставить докладку, поставить двух этих девушек, в общем-то это вполне возможно. Это вопрос, почему? Почему именно этот момент выхвачен из обыденной окружающей нас реальности? И у Дельво такие моменты есть достаточно часто, и повторюсь, наиболее сильное впечатление производит именно его работы, в которых сновические образы практически не представлены. Например, вот такая работа, которая является одиночеством. Здесь любимые им поезда, он всю жизнь мечтал быть начальником железнодорожной станции, потом, когда он уже стал очень известным, его мечта сбылась, он действительно стал начальником железнодорожной станции и смог вечером расставлять паровозы так, как он хотел, включать подарили, писать, писать толпы лишний мябл. И вот одна из его работ, которые изображают путь в вокзальную платформу, и в данном случае речь идет, конечно же, об одиночестве иного типа, об отчуждении от самого себя, прежде всего. именно это возникает, создает ощущение трепета, тревоги, которая в противном случае выливалась лишь в некое меланхоличное настроение, то есть здесь речь идет не о прощании, ибо расставание это здесь не показано, более того, это ночная платформа и поезд, который отходит, это грузовой поезд. Здесь одиночество представлено совсем в уной форме, и это как раз и производит столь сильное впечатление. Другой пример из жирописи всего реализма также выходит за пределы удивительного или озадачивающего искусства, которое я фантастическим отказываюсь называть, но такое нефантастическое мы смотрели на первой лекции, теперь я бы хотел показать именно секционину фантастического. И одной из таких жемчужин является картина немецкого художника-сюрреалиста, которого звали Рихард Эльце. Это картина ожидания, одна из самых известных его работ. фантастическое здесь не то, что люди, смотрящие вдаль, постепенно как бы стираются, но предельная реалистичность изображения, за исключением того, что на горизонте не то, что ничего не видно, а там вообще ничего нет. Мир там переходит в небытие. может это просто плохая видимость в буре, а может и подлинное ничто раскрыло свой землю. Один из персонажей оборачивается и смотрит в противоположенную сторону, создавая еще более страшную ситуацию. Картина словно говорит нам куда бы вы ни повернулись, куда бы вы ни смотрели, вы смотрите в ничто. Вы смотрите на свою собственную смерть. Причем смерть, как вы понимаете, это факт нереальный, а факт исключительно воображаемый. Прекращение мыслительных способностей, когда мы отходим ко сну и переходим в сон без сновидений, нас не пугает нисколько. Переход в небытие пугать нас тоже не должен, ибо когда-то есть избавление от любого страдания, но не страдания, как таковое, пугает нас естественно воображаемый образ смерти. Смерти, как фантастической силы развиваем, то есть смерти, как манифестации небытия в бытии. Вот что нас может только пугать смерти. Именно это здесь и представлено во всей своей полноте, представлено эффектно, ярко, и конечно, эту работу тоже сюрреалистическое можно назвать с определенной натяжкой, так же, как и живопись Поля Дюрьво, который всегда говорил, что для сюрреалистов я был недостаточно сюрреалистичным. Слова автора. Есть замечательный фильм с этим художником, авториографический. Если кому-то интересно, то можно в интернет-сети найти. в данном случае всегда промочен вопрос, сознательно ли автор пытался изобразить то, что он изобразил. Иногда да, иногда нет, но в возникновении фантастического случай всегда имеет место, вне зависимости от интенции самого автора. И чтобы завершить наше знакомство с фантастическим именом, живописном искусстве, в изобразительном искусстве, я выбрал современную нам картину, картину созданную здесь, в этом городе, в Москве, созданную в 21-го столетии замечательным художником, мастером второй половины 20-го века, его звали Александр Комиссаров. Это картина из моей скромной коллекции живописной, и выглядит она следующим образом. На этой картине превосходно изображенные предметы кухонной утвари попадают в какое-то пространство сверх притяжения. Художник сам именовал это двумерным пространством. Он сам себя называл ягод-мастер двумерной живописи. и в данном случае мы имеем как и на картине люмине весьма эффектный ход. То, что с одной стороны мы видим как хрупкие фарфоровые предметы стоят на скатерти, но иногда возникает совершенно иное ощущение, что они с нее буквально ссыпаются. вот допустим в таком виде. Эта картина висит у меня уже более десяти лет и неизбывно радует той тревогой, которую она производит. И могу засвидетельствовать факт того, что несмотря на уже то, что я привык к этой работе, более того, я неплохо знал автора лично, тем не менее, эта картина продолжает играть вот этим эффектом. Она то абсолютно реалистична, и в данном случае она бы не была живописью двадцатого века, конечно же, но иногда включается эффект совсем уного пространства, и эти чашки буквально летят в небытие, и здесь стоит сказать, что эффект был задуман автором. Однако, несмотря на то, что эффекты подобные автор задумывал достаточно часто, блистательно они воплощались далеко не всегда. Фантастическое это не то, что можно производить конвейерным образом. Можно стремиться это воспроизвести, но это совершенно не гарантирует того, что оно у вас во что-то не стало получиться. И мастерство здесь не играет никакой роль. Ибо должно произвести нечто такое, куда в общем-то мастерство фунт заказан. Теперь обратимся к нескольким примерам из литературы. В прошлый раз после лекции меня спрашивали, что из творческого наследия Кавки можно считать фантастическим. Скажем так, точно нельзя считать то, что прежде всего бросается в глаза своей необычностью. Ну, к примеру, образ Лени из процесса, это явно не фантастический. Если вы глубоко исследуете женские образы Кавки, то поймете, что его образы женщин, женские персонажи его прозы, это образы сновидческие. Типичные для пространства сна, для работы сновидения. Данное утверждение достаточно сложно обосновать, и вам придется в данном случае либо поверить мне, либо проверить это на своем собственном опыте, сравнивая свои сны и те, которые описаны в психоаналитической литературе. В данном случае с персонажами Кавки, они будут совпадать идеально. Это образы именно сновидческие. Дам одну маленькую подсказку для сновидческих образов, типичное выделение какой-то одной детали. Образ представлен в виде манифестации через какую-то одну обе деталь, а не через целевое и поподробное восприятие. В данном случае вы видите фрагмент из киноленты Орсона Уэллса «Процесс 62-го года». И тем не менее Кавка, несмотря на то, что он так часто обращается именно к фантастическому жанру, является одним из немногих авторов, кому фантастическое в данном случае уже в понимании Каюа удалось воплощать с завидным постоянством. И стоит однако говориться, что у Кавки фантастическое возникает прежде всего там, где на уровне нарратива его почти нет. Ну, что можно привести в качестве примера фантастического? Притчу о привратнике из процесса. Здесь отлично демонстрируется и разрыв, и тревога. И в данном случае не имеет значения фантасмагорична она или реалистична. Она, в общем-то, и не такова, и не такова. Она уходит за пределы этих определений. Она демонстрирует разрыв, который пролегает под самой волей субъекта. Вот что декорат. Эта притча совершенно уникальный фрагмент текста, который воплощает фантастическое в измерении КЮА в самой, что ни на есть, блистательной форме. Ну и, конечно же, изумительное описание образа бюрократии из процесса, да и не только, из него, где от Кавкин удается схватить самую суть, самое потаенное, что есть в бюрократии, это его мистическую составляющую. мы привыкли, что бумажные дела это нечто наоборот предельно заземленное, предельно обыденное, но на самом деле в данном случае мы так понимаем, что если углубиться в анализ природы бюрократии, то мы набредем на, в общем-то, ритуальное действие. Это действие глубоко, мистично. про преклонение перед числом, числом, которое замещает, в общем-то, весь видимый нам мир. И у Кавки речь идет не просто о критике или высмеивании. Такого было полно. И это к фантастическому не имело никакого отношения. Кавка проламывает буквально в реальности брешь, через которую мы видим, как вот это мистическая составляющая этой самой бюрократии разворачивается во всей своей экспансии, обнуляя какое бы то ни было измерение смысла. Это разворачивание бессмысленного пространства, при этом разворачивание его вполне стремительно. другой пример из литературы, я хотел бы вам показать. Это творчество автора, который стоял у истоков как раз фантастического жанра в обыденном понимании этого слова, то есть у истока жанра фантастики. Его звали Степан Грабинский. Это польский писатель начала 20-го века, который получил широкую популярность намного позже своей смерти, во многом благодаря Лену. Теперь некоторые его работы переведены в инноузский язык. И писатель этот, конечно, абсолютно уникален, так как ему удается в жанре фантастики создать фантастическое понимание Каюа, более того, весьма и весьма завидной чистотой. Я вам уже приводил в качестве примера для самостоятельного чтения его рассказ Чумазлай или Кочегар. Это все есть в интернет-сети. Я же хочу вам рассказать и описать два небольших его рассказа по касательной и Горещина из двух разных циклов. Например, того, как в нарративном жанре, в жанре литературы, в жанре повествовательном может проявляться фантастическое. Обратимся к рассказу по касательной. Небольшой совсем рассказ. Я не полезу во все его детали. Более того, я буду специально вам описывать рассказы так, чтобы вам после этого все-таки было бы возможно их интерес с интересом прочесть, чтобы это было незаменителем чтения, чем-то иным. В рассказе по касательной главный герой выстраивает совершенно уникальную логику. Логику возможно более четкую, чем логика научная, но весьма в причудливую сторону. Ему кажется, что весь мир это слово обращенное каждое событие, каждый жест, каждый знак, каждое случайно услышанное слово, причем слово, допустим, прохожих, которые беседуют, проходя мимо него, никак его не зная. Он интерпретирует как знак, обращенный к нему. На этих знаках он выстраивает всю свою жизнь и это в общем-то заканчивается фатально. Он в итоге приходит в здание, в котором никогда не был, там оказывается открыта дверь, и он застает человека в момент, когда он пытается покончить с собой, отбирает у него орудие, оружие и застреливается сам. Этим в общем-то рассказ не заканчивается. В данном случае эффект фантастического возникает из-за того, что этот рассказ обращен к совершенно причудливой форме искаженной логики символизма. Логики того, что весь мир есть говорящая с человеком книга. А может быть и логики еще более древней логики раннего возрождения, когда человек был убежден, что в каждом явлении мира сокрыто слово Божие, которое адресовано именно ему, человеку, и если он сможет понять это слово, то он сможет приблизиться к пониманию божественного мироустройства. И в данном случае речь идет не о том, что фантастическое возникает на уровне повествования, а фантастическое возникает на уровне преломления в общем-то совершенно известных и понятных категорий, категорий первых мышления эпохи Ренессанса. для Грабинского конечно же ближе была эпоха символизма, когда действительно весь мир есть символ и высказание чего-то иного, запредельного, и он конечно же как человек находящийся в центре этого мира есть никто иной как избранный. Для него в данном случае было намного проще отказаться от собственной жизни, чем утратить веру в то, что именно к нему обращен голос всего мироздания. Понятно, что если он чувствовал себя едва ли не бессмертным, что для этого значит нажать на кругу? Ничего. Другой же рассказ это Горещина, тоже совершенно уникальный пример того, как искажается в общем-то обычная логика литературного нарратива. Он повествует следующую ситуацию. Один пан пытается за мало-мало денег купить огромный кусок земли, который ему с легкостью уступают, потому что эта земля не продается уже многие годы, ибо сколько кто на ней не строился, все дома там сгорают. В народе сложился миф о том, что это место есть Горещина, и из начала этого рассказа в общем-то вытекает самое, что ни на есть традиционная фабула современных каких-нибудь фильмов мистического жанра. Ничего в этом фантастического в понимании КНР нет абсолютно. Ну, разве что за исключением того, что при Горобинском таких произведений было пара-тройка и не более. Он в общем-то этот жанр и парадит в том виде, в котором его знают. Но премесь вся рассказа не в этом. Этот пан покупает это место, строит деревянный дом, но все-таки принимая во внимание слухи, исключает из дома печь, исключает свечи, лампы и проводит модное только что купившееся электрическое твое. Так они прожили с семьей почти год. К нему даже постепенно стал народ приходить в гости. До этого туда никого не затащишь и даже за большое вознаграждение даже пожарную бригаду. Но тут стали приходить гости и он решил их побугать и сознательно поджигать. Дом быстро при них его тушит к пущему своему удовольствию демонстрируя, что в общем-то стихия огня ему вполне и вполне под глаз. Однако постепенно происходят метаморфозы. Не только этот товарищ и его жена начинают наряжаться во все огненно-красного цвета но и начинают увлекаться всевозможными фейерверками, играми с огнем, в том числе небезобидными. Этот товарищ поджигается укрывать, например, и играет в пожарных в общем. Ну, финал этой истории предсказуем. В один из таких дивных моментов он полностью свой дом сжигает, погибают его маленький сын, его жена и прислуга, он же продолжает, когда приезжают пожарные, подбрасывать в горящий дом дыровишки. Ну, его сдали соответственно в психиатрическую лечебницу. Вся прелесть этого рассказа в том, что он в какой-то совершенно изуродованной форме демонстрирует основную фауну, как это ни странно, романа реалистического жанра, что является показателем для того, что это роман реалистического жанра. То, что герой становится сам собой благодаря контексту. Вот, что определяет реализм в романистике. Так и здесь именно это и обыгрывается. В данном случае герой не смекнул то, что сверхъестественное оно не где-то. Сверхъестественное это то, что и есть у нас самих. и он не понял того, что не он хозяин у себя в голове, он облетается в этом месте, он полностью подвержен этим же самым мифам. И ведь не случайно он начинает играть с огнем. Он начинает играть с огнем на взлому мифам о том, что это место горит. В данном случае логика, я бы сказал, логика совершенно уникальная, потому что она включает не только в себя лучшие достижения реалистического романа конца девятнадцатого века, но и уже некие наработки психоаналитики, только что возникшей, не знаю, был ли знаком Гробинский с какими-то подобными исследованиями, но это еще не значит, что они не могли видать в воздухе. И в данном случае сложно отнести этот рассказ как один, так и другой к фантастике в чистом виде, ибо фантастического здесь нет ничего. В одном случае мы имеем дело с психически нездоровым человеком, в другом случае мы имеем дело с человеком, который постепенно таковым становится именно благодаря окружающему его контексту. И именно вот этот момент, момент того, что в рассказах Гробинского демонстрируется совершенно обнаженной остротой то, что человек не является сам себе хозяином, насколько человек зависим от окружающих его мифов, от окружающих его представлений, вот это как раз и является прорывом фантастического его прозу, которая считается как раз прозой фантастического жанра. При том, что я вам пересказал фантастического, там не на гроши. Если кто-то читал «Чума злая», то сам факт того, что этому товарищу этот «Чума злая» все-таки померещился в один прекрасный момент, это еще тоже ни о чем не говорит. Мы знаем, чем все закончилось. Человек, который сталкивает поезд с путей, переводя стрелки, значит, что человек психически неадекватен. Ничего выходящего за пределы того, что можно было объяснить реалистически, здесь нет. Это не лавка. Вот в чем дело. И тем не менее, ужас, который производит произведение Горобински, а лучший из них это вот роман «Тень Бафомета», как раз выстроено именно таким образом, где страшно не то, что некий загадочный чудесный мир вторгается в мир реальности, а в том, что то, что мы подразумевали под миром реальности, в общем-то, являются только ее частью. Вот что страшно. Что касательно иного жанра, жанра архитектуры, понятно, что здесь фантастическое возникает реже всего, чаще всего это заканчивается обрушением здания, но те же примеры, которые сохранились, они редкие, понятно, что фантастическое это в общем-то не то, что появляется в архитектуре, еще и по той простой причине, что для постройки подобных сооружений требуется, по крайней мере сейчас, большое количество всевозможных документов. Это не то, что человек может нафантазировав создать в поры экстатическое. Однако, когда-то очевидно, так было возможно, поэтому самое известное произведение архитектурное, которое является просто манифестацией фантастического как такового, это, конечно же, Пизанская башня. Понятно, что в ее основе лежит просто неграмотный расчет, столь массивная постройка из мрамора не могла выдержать там очень мягкий грунт под ней, она стала проседать прямо во время постройки, еще в 12 веке, и самая прелесть этой башни не в том, что она накренена, да, там укрепили грунт, и в общем-то ее достроили до конца, вы видите, поэтому дату очень длинная, ее строили очень долго, самая прелесть этой башни в том, что в течение постройки этот косяк постоянно пытались выпрыгать, то есть она на самом деле не наклоненная, она кривая, то есть ее выпрямляли до самого последнего момента, если вы посмотрите фотографии, на некоторой инстаграме это очень хорошо видно, видите, то есть она ну не С-образная, конечно, но ее пытались выправить, чтобы сместить центр тяжести в сторону, где, в общем-то, друг не проседал, это происходило, естественно, не по воле архитектор, это вмешательство случая, это тот редкий пример, когда звонница, а таких звонниц, в общем-то, в Италии немало, ничего в ней сверх исключительно эстетически совершенного нету, она, конечно, красива, но, повторюсь, есть примеры и не хуже, она стала одним из символов Италии, только благодаря тому, что в нее вторглась нечто, нечто расходящееся с замыслом архитекторов, и именно это и сделало это произведение одним из чудес. Другой же пример, который я хотел привести из архитектуры, это пример уже из архитектуры 20-го столетия, мы его с вами смотрели, это Альдоросси, его жилой дом в Германии. Берлетт. Даже если мы знаем всю эту дивную предысторию про колонну Филаретта, которую он в детстве там, будучи маленьким, катаясь по каналам Венеции, увидел, ему показали, что вот это единственная колонна, которая осталась от древнего дворца, и которая сейчас укрепляла стену жилища для нищего рода, она произвела у него, конечно, совершенно колоссальное впечатление, и он на протяжении всей своей жизни воспроизводил его в малых и больших количествах. Даже если мы знаем всю эту историю, это никакой образом не снимает эффект того, что с этим домом что-то не так. Эта колонна чрезмерна. Эта колонна просто нереально гигантская, ее научились как-то более-менее использовать функционально, на нее делается растяжка рекламы. В общем-то, когда Росси создавал ее в 80-м году, то растяжка рекламная еще не была в России. Это не Лас-Вегас, это Лас-Вегас. И это белая колонна с красным кирпичным зданием и вообще непонятно какую она функцию выполняет. Никакую. Это просто нечто, что вторгается из иной реальности. В данном случае осознанно. Но из всех примеров Росси с этой самой колонной, а у него их очень много, это единственный случай, который можно отнести к тому, что карио именно лог фантастическим. Все остальное это будет просто отсылка к определенной истории, которую он написывает в своей автобиографии. Это здорово, это красиво, но фантастическим в других случаях это не является, а в этом случае является. Здесь действительно возникает эффект, когда мы начинаем сомневаться в размерах того, что мы видим. может этот дом маленький, может колонна чрезмерно большая, может быть что-то пошло не так, здесь искажается само наше видение, может быть здесь оптическая иллюзия имеет место быть. Совершенно простейшим способом Россия добивается весьма эффектного результата. А теперь обратимся к кино жанру и посмотрим как фантастическое может работать в нем. Я приведу в качестве примера два фильма достаточно старых и приведу два фильма охватывающего относительно недавнего прошла. Ну, манифестации фантастического в старом кино мне кажется является кинолента Лузо «Клата за страх». Классическая кинолента. Кинолента совершенно реалистична. Более того, она демонстрирует разлом сама в себе, в своем сюжетном повествовании. Несмотря на то, что кинолента, повторюсь, реалистична от начала и до конца, тем не менее, повествование ее неоднородно. Примерно первые сорок минут этой кинокартины это абсолютно обычный, такой социально-критичный реалистический фильм 50-х годов, который можно в огромных количествах обнаружить в это время, может быть, даже не самый лучший, может, даже до ДСика он и не дотягивает. Но не в этом прелесть кинолента. Кинолента радикально меняется после появления слова «нитроглицерин». И главные герои этого фильма подписываются на весьма специфическую работу вести на раздолбанных доджах в канистрах погруженный нитроглицерин по совершенно отсутствующей дороге по бездорожью, чтобы взорвать пылающую скважину. Малейшее излишнее сотрясение этих канистр и в общем-то вместо доджа останется только воронка в земле. И понимаете, если бы с определенного момента этого фильма когда появляется это чудное слово «нитроглицерин», герои бы перенеслись например на Марс, начали бы сражаться с какой-нибудь марсианской цивилизацией, это бы производило менее эффектное впечатление, оно бы выглядело более реалистично, чем та абсолютно реалистическая картина, где эти герои везут нитроглицерин. Вот опять же самое эффектное здесь то, что автор совершенно не выходит за пределы реалистического жанра, это не значит, что это кинок близко к документалистике, я естественно говорю под реалистическим жанром, жанр принятый в искусстве, и тем не менее эта кинолента показывает два типа реализма, реализм, который мы видим в первой половине этого фильма, и реализм, который мы видим, когда запускается движение этих грузовиков. И слово страх здесь возникает не случайно, эта картина как ничто другое способна вызывать тревогу, даже если вы эту киноленту видели уже сотни раз, и действительно, это является абсолютным шедевром Клузо, одним из лучших триллеров, как бы мы сейчас это назвали 50-х годов, но фантастическое в понимании Грюа здесь, конечно же, представлено. Это кинолента фантастическая, не научно-фантастическая, а относящаяся к такой эстетической категории. Другая, тоже старая кинолента, которую я бы хотел привести в качестве примера фантастического в искусстве, это телефильм, первая самостоятельная работа Стивена Спилберга, это фильм Дуэль 71-го года. Тоже дорога, тоже грузовик, но совсем в иной ипостась. Главный герой фантастической ленты, покидающий городскую черту, неожиданно обнаруживает, что, в общем-то, все правила и законы, которые есть в социуме, там, где нет социума, они работают. Их просто нет. И преследующий его непонятный персонаж на грузовике постоянно пытается его убить. Это не объясняется никак. В чем особая прелесть этого кинофильма, там, где все объясняется, в общем-то, обычно это выглядит глупо. Это выглядит как своего рода оправдание перед зрителем, что зритель не зря надеялся, режиссер ему все покажет, объяснит. Самое сильное впечатление, конечно, производят те фильмы, в которых не объясняется ничего. И это как раз одна из тех киновент, именно она принесла славу Спилбергу, то, что он быстро пошел вверх, повторюсь, это дебют, более того, это теле, фильм, это даже не кинофильм, и тем не менее, эта кинолента совершенно фантастически демонстрирует, простите за эту автономию, фантастическую. Советую ее посмотреть, если кто-то не видел, потому что здесь действительно вот этот эффект тревоги представлен в полном объеме, и самое забавное, что подобные же, так скажем, гонки насмерть, когда это демонстрируется именно в фантастике, типа смертельной гонки, да, там, смертельная гонка 2000, это будет примерно, чуть позже снято, на то же 70-е годы, я имею ввиду не ремейки, да, а оригинальные фильмы, вот, то есть таких фильмов очень много, типа безумного Макса, и так далее, там они не производят никакого впечатления с точки зрения вот этого вторжения тревоги. Этот же фильм, эту тревогу демонстрируют в совершенно полном объеме, как раз потому, что фантастического здесь не на гроши. Мы понимаем, что такого никогда не было, конечно, но мы также и понимаем, что, в принципе, здесь ничего не показывается выходящего за пределы возможного. Вот что бывает. и приведу в качестве примера два относительно новых фильма, 90-х, 2000-х, так скажем. И первый из них это фильм Дэвида Кроненгерга «М. Баттерляйф». Если вы просто посмотрите эту киноленту и не будете знать ее предысторию, то, в общем-то, вам покажется, что это абсолютно выдумано все, что такого быть не может. Но у этого фильма есть одно но. Это не просто не выдумано, а, так скажем, один из тех персонажей, которые здесь представлены, он еще живой даже. И второй, главный герой, который здесь представлен, тоже скончался относительно недавно, и оба они еще заставили, заставили выход этот кинолента. Кинолента повествует о том, как французский дипломат влюбляется в певицу пекинской оперы, не подозревая о том, что в пекинской опере не бывает певицы. Там мужчина. И более того, тот, в кого он влюбляется, а его в жизни на самом деле звали Ши Пэй Пу, он не так давно скончался, он был не просто известным певцом, он был спецагентом. Ему получают вступить в связь с этим самым товарищем, которого звали Бернаф Буксико, вот он еще живой, Буксико, и вся прелесть в том, что он состоит в сексуальных отношениях с этим самым товарищем и до последнего уверен, что это женщина. Смогодите, а как это? Так вы понимаете, в том-то все и дело, что ответа на этот вопрос нет. Есть факты, исторические факты, свидетельствования в суде, который был на самом деле а не в этом фильме. Понимаете, я говорю, что когда вы посмотрите этот фильм, вам покажется что это некая сказочка. Но если вы почитаете сам процесс, это абсолютно реальное дело. Более того, через какое-то количество времени Шикли Кул заявляет Буксико, то, что он беременный. Вот. И то, что его шантажируют спецслужбы Китая, чтобы сохранить их сына, которому тут появляется маленький глухарский мальчик, которого добывают спецслужбы по-китайски, но, чтобы сохранить их сына в безопасности, ему нужно выкрасть определенные документы из французского посольства. Что, собственно, тот и делает. Операция проваливается, их повязывают французские спецслужбы, и того, и другого судят, и только на судебном процессе Буксико понимает, что тот, с кем он жил достаточно долго и является мужчиной. В данном случае этому саму Буксико дали 6 лет, в тюрьме он пытался покончить с собой, именно на этом эпизоде и заканчивается кинолента, кажется, что он погибает. На самом деле это была неудачная покойка самобийства, он вышел из тюрьмы и, в общем-то, сейчас он живет. Ши Бей Бу освободил Миттеран, так как, в общем-то, он ничего такого особенно страшного не сделал, а Миттеран хотел помириться с Китаем. Ши Бей Бу до конца дней, насколько я понимаю, жил в Париже и зарабатывал себе на жизнь пение. Голос он не утратил достаточно поздно времени. Он умер, по-моему, в 2008 году, относительно недавно. Понимаете, здесь речь идет о совершенно уникальной ситуации, которая, как нам кажется, это просто некая аллегория, это некая сказка, но этот фильм от начала до конца полностью придерживается абсолютно реальных фактов. Это не то, что, как в американских фильмах, когда вы читаете, основан на реальных событиях. Из реальных событий там является, например, название дома. Здесь речь идет о том, что он действительно основан на реальных событиях, и нет никакой вероятности, что Гроненберг хотел показать именно некий разлом в этом фильме. Но в этом фильме он есть. Мы постоянно имеем дело с мутацией пола у этого персонажа, когда мы видим его как действительно мужчину, как женщину, и речь идет о том, что это то время, когда, понимаете, это не братья сестры Вачовскины, сменить полу туда нельзя. То есть никак. Это было давно. Поэтому советую посмотреть эту киноленту, если кто не верит, может почитать действительно информацию об этом инциденте, он достаточно известный, но вот это есть вторжение фантастическое. И заметьте, оно с таким же успехом вторгалось и в саму обыденную реальность, о которой, оказывается, мы знаем меньше, чем нам казалось до этого. И еще одна кинолента, на этот раз это Михаил Ханнике с его скрытая. Так вот, Ханнике на самом деле достаточно часто пытается сымитировать фантастическое. Я покажу после этой киноленты пример, когда у него сознательно задуманно не сработало. Здесь же это срабатывает и несмотря на то, что так же как и в Притче Привратнике по жанру это именно притча, это иносказательный жанр, тем не менее фантастическое здесь вторгается. Эта картина страшна тем, что она показывает коль сколь мало мы знаем о самих себе. Вот этот взгляд на себя со стороны другого он конечно вызывает очень сильную тревогу. И то, что в этой киноленте по сути не происходит почти ничего, только главный герой получает постоянные видеокассеты, на которых отснят вход в его дом, видеокассеты объемные, он не может найти где установлены эта камера, эти камеры судя по всему не существует, и тем не менее видеокассеты есть. Он постоянно подвергается так скажем агрессии со стороны вторжения в свое личное пространство. Причем это вторжение не носит какого-то характера, то есть его не шантажирует, его ничего не требует. Это просто демонстрация того, что он виден. И именно то смещение, о котором я говорил относительно Лакана, смещение нашего собственного я относительно того, что мы имеем сознание, вот в этом фильме представлено безупречно. Поэтому я считаю, что у Ханеки это одна из самых лучших кинолентов. Остальных кинолентов в общем-то он либо демонстрирует просто так скажем чрезмерный реализм, реализм в такой фазе социально-критической, либо демонстрирует фантастическую неудачу. Неудачно он пытался воссоздать фантастическое в одной из самых известных своих работ в киноленте «Забавные игры». Есть две таких работы, собственно 97-го и относительно недавняя, которая называется «Фанни Дэрис Ю. Эс», которая снята для Соединенных Штатов. Фильмы по сюжету одинаковые и это редкий пример, когда автор переснимает свою работу в течение десяти лет просто с новыми актерами. То есть это два по сути одинакового фильма, только с разными актерами, с разным антуражем, но в общем-то не идентичны. Что в этом фильме, так скажем, фантастического, попытка автора изымитировать фантастическое? Один прекрасный момент, когда дивных два персонажа берут в заложники целую семью в загородном домике, они убивают всех их соседей, они измываются над ними, постепенно убивают их, так скажем, хозяйке дома удается одного из них застрелить. И в этот момент, когда вроде наступил перелом, не только они убивают героев, но и герои их, второй оставшийся преступник берет пульт, перематывает ту киноленту, которую мы смотрим назад, на тот момент, когда она его не застрелила, и отбирает его. После этого кинолента продолжается дальше, так же, как и в лучших традициях реалистического жанра. Это как раз попытка сцимитировать фантастическое, когда по абсолютно реалистическую киноленту сознательно вторгается в фантастический элемент, элемент продуманный, элемент, от которого он не отказался во своей, так скажем, киноленте забавные игры Соединенные Штаты, ЮС, но в общем-то это не работает. То есть разрыва это не создает. Более того, этот эффект, так скажем, создает скорее очень печальное ощущение, то, что в общем-то автор явно не дотянул до там золотого апельсина, на который он явно похож и так далее. здесь речь идет о том, что сознательная попытка внедрения этого самого фантастического оказалась безрезультатной. В то время, как в скрытом у него же за два года до Фанни Греймс ЮС в общем-то это сработало и работало здорово. Работало так, как, наверное, ни у кого. и закончить я хотел бы следующим образом, я хотел бы вам показать творчество одного художника, которого нельзя отнести ни к фантастическому, ни к реалистическому, даже если мы используем обыденную речь. То есть нам кажется, что очень легко сказать, что вот это образы фантастмоголичные, сновидческие, а вот это вот и реальность, вот это нам понятно, вот это нет. Но думаю, мы понимаем, что на самом деле реальность это тоже миф. Это же вера в то, что вы видите все так же, как вижу я. Вот что такое миф реальности. Миф реальности это такое же греза, как и грезы, которые рисовали художники, романтики. Более того, когда мы обращаемся к мифу, у него зачастую значительно более выстроенная логичная структура, чем та, которая есть у поверхностного реализма. Потому что, когда речь идет о бессознательном, то в общем-то структурировано это едва ли не лучше, чем сознание. если есть какая-то реальность, то реальность это заключается исключительно в тех структурах, которые лежат за пределами нашего восприятия. Это то, что позволяет воспринимать таким образом мир, каким мы воспринимаем и реагировать на него таким образом, каким мы на него реагируем. Вот это реальное. Все остальное воображаемое. И быть то сон, или то, что мы завел бодрствующим состоянием, это все воображаемое. И у Жака Лакана именно таким образом и именовалось. Разницу он здесь не делал никакой. Я вам покажу творчество художницы. Ее звали Джорджия О'Кифф, которая в течение всей своей жизни рисовала цветы, прежде всего. Но эти цветы настолько дико нагружены психологизмом, более того, они очень сексуализированы, что говорить о том, что вообще перед нами это сновидческий образ, это фантастика, или это действительно реально изображенный цветок не представляется возможным. Отделить здесь фантастическое от реалистического самым обыденным пониманием этих слов нельзя. Никак. Вот ее работа. они очень яркие, они достаточно точно следуют структуре тех цветов, с которых она это писала. Но, как вы видите, это выходит далеко за пределы цветка. вот еще. в данном случае мы имеем то самое фантастическое ого-юа, мы имеем вот этот самый разрыв, когда получается, так скажем, из рисунка не то, о чем он нам происходит. А нечто значительно более многомерное, то, что человек, повинуясь исключительно своей сознательной воле, создать не может. Повторюсь, индивид и субъект работают несинхронизированно, они могут просто на разном поле их деятельность отражаться. Эта деятельность может мешать друг другу, но она может мешать друг другу таким образом, что производительный эффект будет превосходить изначальную интенсию индивидуна. И именно тогда возникает шедевр. Шедевр возникает безусловно благодаря мастерству художника, но в него должно добавиться нечто иное. то, что художник, к сожалению, контролировать не может. Я здесь говорю не о том, что становится популярным, если мы говорим о шедевре, как о том, что популярно, то, в общем, оно не так возникает. Это первое дело нужно почитать, как это возникает. И вот социологические штуки. Я говорю о том, как возникает то, что способно производить на нас колоссальное впечатление. Оно возникает именно таким образом, как то, что происходит пристекает из зазора между интенцией индивида с его сознанием и интенцией субъекта бессознательного с его я-структурой. и это и есть самое сердце фантастического, которое, получается, лежит в расколе как таковом. И этот раскол, его демонстрация на этих полотнах и есть то, что можно было назвать единственной реальностью как таковой. Повторюсь, фантастическая, как эстетическая категория, это то, что отсылает к реальным полагам. Это не реальное видео часов, книжки, да, это все воображаемое, это образ. Это реальное, которое отсылает к структуре нашего бытия. Именно поэтому оно и производит столь сильное на нас впечатление, и именно поэтому оно в какой-то степени действительно иномирно относительно нашего сознания. Но вот на этой дивной ноте я бы хотел закончить наше погружение фантастическое. Если есть у кого-то какие-то вопросы по нашим двум последним лекциям, я могу постараться на них ответить. Есть? Ну замечательно. Тогда смотрите, я сегодня только купил книжку, если кто-то захочет еще не поздно ее приобрести. Она вышла вот буквально на прошлой неделе. Это новая работа Мишеля Пустуро. Это один из труднейших современных медиевистов, который пишет работы о цветах, о их значениях и об их истории. У него уже были выпущены черный и синий. Это абсолютные шедевры. Это культовые книги, которыми зачитываются от самых видных ученых домохозяек. Она выходит в серии теория моды. То есть он пишет как в журнале. Это мощнейший ученый, который пишет очень простым языком. Проще, чем пустуро, никто не пишет. И в данном случае вышла новая его работа зеленый. Это позволяет надеяться, что когда-нибудь выйдет и красный. советую начать с синего. Если не читали синий, то советую начать с синего. Они в таком порядке создавались. И я надеюсь, и я еще не читал, я его только что купил, что в ней не будет повторов. В черном относительно синего не было повторов совсем. Так что если хотите, берите, потому что они очень быстро разлетаются. то есть это не очень большой тираж, а фанатов у него много, тем более, что это берут и художники, и дизайнеры, и так далее. В общем-то мастер-кисленно так.